Рамадан в условиях гражданской войны Рамадан в условиях гражданской войны Заботились о природе Защитники окружающей среды отметили День эколога С начала месяца Рамадана в республике стартовала акция Ифтар Общественный фонд имени Кадырова организовал для верующих ужин в ресторанах Грозного, Аргуна, Гудермеса и других городов Также до конца месяца поста у всех желающих будет возможность проводить разговения в мечетях республики Подробности у Хавы Идиевой Бургеры Авиньо, Марзуа, Эльграна, Чайхана Лишь немногие рестораны, где тысячи верующих сегодня получили возможность совершить разговения Меню ужина разнообразное, начиная от национальной кухни, заканчивая экзотическими блюдами Ифтар для всех желающих стал возможен благодаря оригинальному общественному фонду имени героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который уже не первый год проводит масштабные благотворительные акции священный месяц Рамадан Продолжение следует... Парк материнской славы. Сегодня здесь можно попробовать блюда из национальной кухни, фастфуды, различные напитки, мороженое. Такому разнообразию особенно рады дети и подростки. Мухаммед Эмин Залая пришел в парк с друзьями после экзаменов. Он не ожидал, что сможет поесть здесь бесплатно. Работники парка отмечают, хоть людей и много, но еды хватит на всех. Такая же благотворительная акция прошла и в Гудурьме. Семь вечером здесь накрыли столы для верующих, а горожане, в свою очередь, благодарили организаторов за такой подарок в священный месяц. Благотворительный фтар состоялся и в Аргуни. Каждый желающий мог попробовать здесь изысканные блюда национальных кухонь мира. Первый день священного месяца Рамадан тысячи семей не беспокоились, что приготовить на вечер. Их с улыбкой и с накрытым столом ждали в десятках ресторанов и кафе. В том числе и на сквере журналистов. Более 500 человек смогли здесь покушать за счет регионального общественного фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова. По словам посетителей, обслуживание было на самом высоком уровне, впрочем, как и меню. Немало детей было и в парке Ташкалы. Сегодня на вечернее разговение люди приходили с целыми семьями. Для многих из них стало приятным сюрпризом, что ужин в этот вечер за счет фонда. Всего участниками благотворительной акции стали 400 человек. Как я узнал, что сегодня бесплатный старт, мне стало очень приятно. И за все это я бы хотел поблагодарить главу Чеченской республики Рамзана Ахматовича Кадырова за его доброту, за его щедрость, за понимание. Людно сегодня было и в бургер-авеню. Повара только и успевали, что готовить. Но несмотря на обилие посетителей, коллектив максимально старался удовлетворить пожелания клиентов. Каждый каприз от заказа роллы и до пиццы был исполнен за счет регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Сегодня, конечно, необычно большой поток людей у нас, но мы заранее подготовились и, надеюсь, все останутся довольны. Я думаю, что справились, да. Как и прошлые годы, священный месяц Рамадан, все желающие могут разговляться в 14 крупных мечетях городов и населенных пунктов республики. Грозный, Аргун, Гудурмес, Урусмартан, Ачхоймартан, Гихи, Авторуй, Гелдаган, Гурчалой, Центарой, Алирой, Новый Биной, Джалка. Благотворительный ифтар организован региональным общественным фондом имени Ахмата Хаджи Кадырова. Хавая Дзива, Амина Магомадова и Дани Хавхаров. Новости. Масштабная благотворительная акция общественного фонда имени Кадырова охватила и другие страны. Как и в прошлые годы, продуктовые наборы в Рамадан получают жители Сирии. Распределение помощи будет проходить в самых опасных районах Арабской Республики. Сытный завтрак и горячий ужин каждый день. 600 тысяч сирийцев в священный месяц Рамадан получат помощь от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. По милости Аллаха, региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова начал крупную благотворительную акцию в Дамаске. Она продлится весь месяц Рамадан. Президент регионального общественного фонда «Моя дорогая мама» Аймани Несиевна приняла решение организовать ежедневно сухур и ифтар для жителей Дамаска и беженцев из охваченных военными действиями районов Сирии. Реализацией программы занимается вице-президент фонда «Зияд Сапсаби». Каждое утро перед началом поста 5000 человек получат завтрак и каждый вечер на разговение 20 тысяч человек получат горячий ужин. Раздача еды осуществляется в зданиях школ, больниц, мечетей, в лагерях беженцев. Развозят пищу 30 машин. С фондом работают 30 поваров и 200 добровольных помощников по распределению завтраков и ужинов. Акция имеет исключительно важное значение, так как проводится в условиях гражданской войны. Помощь получают обездоленные люди. Да смилуется Аллах над ними. О необходимости оказания всесторонней поддержки всем, кто в ней нуждается, глава республики ранее говорил и на своей встрече с сенатором Совета Федерации «Зиядом Сапсаби». Мы военные действия на себя ошутили и знаем, какие трудности бывают. И любая помощь, которую оказывали чеченскому народу в любых направлениях, это была нужной и необходимой. Поэтому то же самое сегодня нуждается в сирийский народ, что мы нуждали там в военные годы. Поэтому всё, что нами делается, надо делать для того, чтобы доходило до людей. И не просто я, как мы говорили, там ифтаром не заканчивается. Людям особо нуждаюсь, что мы будем помогать одежду, предметы необходимые для жизни. По словам представителей духовенства, помощь нуждающимся высоко оценивается в религии, о чём свидетельствуют многочисленные аяты из священного Корана и хадисы пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Мухаммада. Мухаммада. Новость о том, что региональный общественный фонд имени Героя России Ахмада Хаджикадыров будет помогать жителям Сирии беженцам из этой страны, ни для кого не стало неожиданной. Фонд уже давно известен своей благотворительной деятельностью, которая позволила помочь людям по всему миру. Продовольственную помощь от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмада Хаджикадырова ранее получили граждане Сомали-Ленда. Голодающим жителям этой африканской страны отправили сотни тонн гуманитарного груза. На данный момент этого не сделала ни одна страна. Рамзан Керимов, Расул Арцухаев, Новости. В священный месяц увеличивается число желающих совершить умру. В малое паломничество можно отправиться в любое время, однако в месяц Рамадан это ценнее во много раз. По словам Богослова, Всевышний Аллах оказал своим рабам милость тем, что уготовил большую награду за малое деяние. После совершения хаджа два года назад Абдулталиб Джамулаев называет предстоящую поездку главным событием в своей жизни. Умру мужчина еще не совершал, однако в памяти свежи воспоминания о священных местах. Забыть это и невозможно, говорит Абдулталиб. Умру мужчина, Расул Арцухаев, Новости. Совершить умру можно в любое время года, однако сделать это в священный месяц Рамадан ценнее во много раз. Умру мужчина, Расул Арцухаев, Новости. Чтобы правильно совершить умру, надо соблюсти пять обязательных условий. Это намерение вступления в умру, обязательно обход вокруг Каабы, который совершается семь раз, ходьба также семь раз между горами Сафа и Марва и удаление хотя бы части волос, однако желательно побрить голову полностью, как это делал посланник Аллаха. Да благословит его Аллах и приветствует. И последнее, пятое правило – соблюдение перечисленного порядка совершения обязательных частей умры. Продолжение следует – соблюдение перечисленного порядка совершения обязательных условий. Расул Арцухаев, Новости, Евгений Церковь, Новости, Евгений Церковь, Новости, Евгений Церковь. Главное достоинство умры – это очищение от грехов. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, сказал, что все, что от умры до умры, является искуплением от грехов. А для верующего самое большое благо – это быть чистым от дурных дел. Хамзат Аюбов, Адам Чикуев, Джамалейл Хаджалиев. Новости. В течение священного месяца Рамадан ежедневно на телеканале «Грозный» будет выходить в эфир передача «О Мюрид». Ее автор – известный арабский богослов Шейх Хабиб Али-Джифри, который является прямым потомком пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Он расскажет, какими качествами должен обладать верующий, а также чего он должен придерживаться и предостерегаться. Новый проект ЧГДРК «Грозный» готовился в мечети сердца Чечни. Добавлю, что передача «О Мюрид» с начала месяца Рамадан будет показана также на трех арабских телеканалах. Глава Республики встретился с сотрудниками спецподразделения МВД по Чеченской Республике, включая бойцов спецгруппы «Летучий отряд». Силовики вернулись после трехнедельных сборов и учений в Краснодарском крае. Рамзан Кадыров подчеркнул значимость пройденного курса подготовки, который позволит повысить уровень работы в горно-лесистой местности. Сборы включали в себя альпинизм, скалолазание и тактико-огневую подготовку в местности со сложным рельефом. В настоящее время бойцы сдают свой основной экзамен по тактико-специальной подготовке. Глава Республики поинтересовался самочувствием бойцов и пожелал дальнейших успехов. Продолжение следует... Все. Как единый кулак вместе работали. Как самые лучшие часы в мире. Сбойч, все. Зainтересованы были, это дорогого стоит. Эльбургский доллар, да, как сюда, да, сошедший. Бою, акиперовка. Не, туристов, да, что я автомат, я разрубал. Полный. Безопасность, да. Да, да, да. Я сам дружище, как в мире. Мы с вами садили. Когда мы садили, мы садили. Мы садили, как в мире. Мы садили. Мы садили. Немного. Трудно. Немного. В первом случае. Мы садили. Рамзан Кадыров пообщался и с новобранцами, которые уже два месяца проходят курс молодого бойца на базе кадетского корпуса. Все они носят фамилию Кадыров. Глава республики поинтересовался их успехами и планами на будущее. Новобранцы провели показательные выступления с комплексом тактико-технических действий. Рамзан Кадыров не остался в стороне. Глава региона и сам дал несколько советов по обращению с огнестрельным оружием. Рамзан Кадыров не успехов. Рамзан Кадыров не успехов. Ближе к вечеру глава региона вместе с Абузайдом Весмурадовым и Абдул-Керимом Идиловым посетил Центароевский заповедник. Он раскинулся в лесном массиве на площади 670 гектаров. Это одно из самых живописных мест в республике. В естественных условиях здесь обитают тысячи оленей, верблюды, южноамериканские ламы и многие другие животные и птицы. Кормов хватает. В случае необходимости есть и заготовленные запасы. Заповедник значительно изменился за последние годы. Здесь предусмотрены специальные места для культурного семейного досуга. Красоту природы глава Чечни запечатлел и на камеру своего мобильного телефона. В объектив Рамзана Кадырова попали представители фауны. Осмотрев красоту лесной местности и совершив здесь разговение, Рамзан Кадыров направляется в село, где в мечети имени Абдул-Хамеда Кадырова совершает вечернюю молитву. В Грозном завершился четвертый, последний день чемпионата России по греко-римской борьбе. На ковер вышли спортсмены двух весовых категорий – 71 и 80 килограмм. Кто взял золото и получил шанс принять участие в Олимпиаде, знает Хамзат Аюбов. Первую и медаль четвертого соревновательного дня чемпионата России оспаривают Абдул-Раджабов, представляющий Хантамансийский автономный округ, и Исмаил Саид Хасанов из Чечни. Уже после первого периода гость активным действием набирает два балла. Подгоняемый родными трибунами Саид Хасанов за несколько секунд зарабатывает сразу шесть очков. Итоговый же счет 3-7. Представители Чечни забирают бронзу в весе до 71 килограмма. Я бы хотел сказать, в первую очередь, что Всевышний дал мне эту победу, потому что только он дарует победу, а в вторую очередь сказать огромное спасибо своим родителям, которые следили за мной, ждали, волновались. В итоговый день чемпионата представлены две неолимпийские весовые категории – 71 и 80 килограммов. В финальной сфатке в весе до 71 килограмма встретились чеченский спортсмен Абуэзид Мансигов и адыгеец Артем Тарзян, получивший по ходу соревнований небольшое повреждение, Мансигов не оставил шансов своим соперникам. Также и в финале уверенно с отсчетом 9-3 Абуэзид стал чемпионом России. Впервые вижу такую красивую организацию за всю свою карьеру. Хотелось бы поблагодарить за такую красивую организацию главу нашей республики Рамзах Матовича. Следом на ковер вышли лучшие в категории до 80 килограммов. Обладателями бронзовых медалей здесь стали дагестанец Магомед Али Магомед Алиев и Азамат Хакулов из Москвы. Ну а в главном противостоянии в категории дагестанский борец Рамазан Абачараев нанес поражение Руслану Исакову из Санкт-Петербурга со счетом 3-0. Выступлением чеченской сборной тренеры довольны. Большее количество золотых медалей, 5 из 8 остались у хозяев. Теперь эти чемпионы главные претенденты в сборную на предстоящую Олимпиаду в Рио. Более того, каждый из победителей получает по миллиону рублей из регионального фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Хорошие результаты, но это промежуточные результаты. Конечно, они останутся в истории. Чемпионат России – это крупное спортивное мероприятие, большое достижение для спортсмена. Тем не менее, в данном ракурсе, в разрезе подготовки к Олимпическим играм – это только этап подготовки. И поэтому обольщаться не надо ни спортсменам, ни тренерам. Первый чемпионат России по греко-римской борьбе Грозный принял без нареканий. Теперь об этом можно уже смело говорить. Вопросов не оставило и судейство чемпионата. Не было таких серьезных ошибок, которые могли повлиять на результат схватки. Это самое главное. А схваток-то проведено около 500. И я считаю, судей сработали довольно-таки прилично. Сегодня же состоялось официальное закрытие 54-го чемпионата России по греко-римской борьбе. Впереди только отец участников и подготовка победителей на главное состязание планеты в августе этого года. Хамзат Аюбов, Хаважимунаев, Муслим Типаев, Зелем Закаев. Новости. Грозный посетила делегация фонда инфраструктурных и образовательных программ Роснано. Гости уже побывали в научных лабораториях чеченских вузов и познакомились с разработками молодых ученых. В рамках визита планируется подписание договора о сотрудничестве. Отрасль нанотехнологий стремительно развивается. Миниатюрные работы помогают решать все больше актуальных задач. От создания сверхпрочных сплавов до лечения тяжелых болезней. Узнать, насколько эта область развивается в Чеченской Республике, приехали высокие гости, представляющие фонд инфраструктурных и образовательных программ Роснано. Цель визита – знакомство с региональными программами по поддержке и развитию высоких технологий, а также достижение договоренности о сотрудничестве. До начала официальной работы гости возложили цветы к мемориалу памяти Ахмад Хаджи Кадырова, после чего для них провели небольшую экскурсию по музею. Хотел бы, ваше внимание, на циферблаты часов видите, что в рабочем кабинете, что примерно, они нам указывают на то же самое время – 10 часов 35 минут. Вы, наверное, догадываетесь, почему часы остановились. Именно 9 мая 2004 года – 10 часов 35 минут. Проект имел зритель, в котором у меня жизнь Ахмад Хаджи Кадырова. После гостей ознакомились с деятельностью Грозненского государственного научно-исследовательского центра коллективного пользования, который функционирует на базе нефтяного университета уже 6 лет. Главным своим достижением они считают открытие в Республике залежи наноструктурного материала под названием бентонит. В лаборатории создали документ, документ в 75 страницах, где мы пишем, какие свойства у нашего бентонита, где он исследовался, мы его исследовали так, мы сделали то, что, все, что можно сделать на этом этапе, а если кто-то возьмется производить или лекарства, или косметические препараты, или порошки для целей бурения, мы готовы продолжить работу в том ключе, в котором потребуется качество. Возможности области высоких технологий безграничны. Об этом уже не понаслышке знают молодые ученые Чеченского государственного университета. В копилке научно-исследовательского центра коллективного пользования ЧГУ имеются десятки проектов, уже реализованные, находящиеся на стадии и планируемые в будущем. Наша цель заключается в том, чтобы создать в Республике прецедент из развития наноиндустрии. Сегодня мы посетили два очень интересных, очень наполненных центра коллективного пользования. Это центр института нашего института и университета. В Республике создана компания ООО «Центр инновационных технологий». Сегодня мы планируем наполнить ее содержанием, задействовать Роснано, технологии ихние и планируем дальнейшее развитие. Чечня с нуля начала и за короткий период создала базу, своеобразный фундамент для дальнейшего развития области высоких технологий. Возможности и условия позволяют Республике претендовать на то, чтобы стать центром всего Северного Кавказа. «Оборудование качественное, хорошее. Замыслы богатые. Намерения у ученых агрессивные. Мне нравится. А какие будут перспективы, это зависит в первую очередь от тех, кто работает и от тех, кто учится здесь. Важно, что есть молодые люди, которые работают в этих лабораториях, аспиранты, магистранты. Важно, что есть результаты, которые защищены патентами. Есть проекты, которые имеют партнеров. Это, на мой взгляд, хорошая основа для дальнейшего развития этих центров». В рамках визита планируется подписание трехстороннего соглашения с целью формирования совместного системного подхода к решению вопросов организации деятельности в области высоких технологий. Это даст Чеченской Республике доступ ко всем инструментам, которыми обладает фонд и к сети Роснано, состоящий из 15 инфраструктурных центров и порядка 400 малых компаний. Таиса Борщигова, Магомед Мударов, Зелим Закаев, Новости. Республику посетила официальная делегация из Китая. В ее составе ректор Международной академии шаолинских боевых искусств и советник мэра по спорту города Денфин. Свой визит в регион они начали с возложения цветов к мемориалу первому президенту Чеченской Республики Ахмату Хаджи Кадырову. Затем для гостей провели экскурсию по мемориальному комплексу «Аллеи славы». Предполагается, что в Чеченском государственном педагогическом университете будет подписано соглашение о сотрудничестве между двумя вузами Чечни и Поднебесной. Также ожидается встреча с главой чеченской столицы, в ходе которой стороны обсудят перспективы сотрудничества в области туризма, культуры и спорта. Мы рассчитываем, что с их помощью мы начнем культурное сотрудничество с Китайской Народной Республикой. Сейчас мы рассматриваем о изучении культуры китайцев, о создании культурного центра. Большая честь прибыть в Чеченскую Республику, в город Грозный, и что он надеется на сотрудничество между его Международной Академией Шуминских Боевых Искусств и Чеченским государственным педагогическим университетом. Это сотрудничество послужит первым шагом к дружбе между городом Грозный и городом Денфен. В Доме радио состоялась презентация Всероссийской молодежной форумной кампании 2016. Она включает в себя презентацию конференций и съездов, таких как территория смыслов на Клязьме, Таврида, Балтийский Артек, Итуруп и Машук. В ходе встречи журналисты печатных и интернет-изданий задавали вопросы, касающиеся принципа отбора участников, написания проектов, правилах участия и получения грантов. Отмечу, что презентации Всероссийских форумов для студенческой молодежи, а также молодых ученых, преподавателей и специалистов проводятся во всех вузах, СУЗах, а также профильных министерствах республики. Подать заявку на участие можно до 16 июня в Министерство по делам молодежи. Цель и задача этой форумной кампании, какие будут возможности именно для молодых журналистов на данных площадках. То есть эти форумы у нас состоят из двух блоков. Это образовательная программа плюс грантовый конкурс, грантовая поддержка. Любой желающий молодой человек в возрасте от 18 до 30 лет может участвовать в этих данных форумах и получить под свой проект грантовую поддержку. Завтра в 17.00 на радиостанции Грозный состоится пятый выпуск программы «Наш район». На этот раз социальные проблемы озвучат жители Итумкалинского района. Задавать вопросы главе муниципалитета Хамзату Тимирбулатову радиослушатели смогут в течение часа в режиме онлайн. Для этого необходимо позвонить по номеру 8 963 586 99 55 или написать в приложении WhatsApp. Проект «Наш район» нацелен на то, чтобы жители какого-то определенного района смогли донести свои вопросы, свои проблемы до глав района. И чтобы они могли оперативно мешаться и решить их. Этот проект помогает в таких случаях донести свои какие-то вопросы, которые до этого по каким-то причинам не были услышаны или доведены до администрации района. Автоинспекторы против лихачей. ГИБДД продолжает усиленную службу на дорогах Чечни. Нарушителей ждут не только штрафы, но и профилактическая беседа с участием представителей СОВБЕЗа и Богословов. С начала этого года в республике зафиксировано 98 ДТП. В результате погиб 31 человек. Хотя цифры значительно ниже, чем в прошлом году, в ГИБДД не намерены прекращать профилактику правонарушений. В очередной беседе с нарушителями принимают участие представители Совета безопасности, богословы и автоинспекторы. Впрочем, встречи с нарушителями не ограничиваются. Дорожных лихачей пытаются остановить и в Урусмартане. В большинстве случаев речь идет о непристегнутом ремне и превышении скорости. О том, каким последствиям может привести неосторожность на дороге, рассказали также нарушителям в Аргуне. В ходе профилактической беседы с нарушителями в Наурском районе, автоинспекторы рассказали об ответственности, которую несут все участники дорожного движения. Аналогичная встреча прошла и в Шали. В беседе приняли участие представители местной власти и духовенства. Розана Цамаева, Ибрагим Налаев. Новости. Шаройская крепость скоро предстанет в первозданном виде. Древнее сооружение на юге Чечни сильно пострадало во время двух войн. И теперь специалисты готовятся к его реконструкции. На месте побывала Амина Магомадова. Шарой является одним из древнейших поселений Чечни. Основная работа будет направлена на реконструкцию крепости. Она состоит из башенного комплекса. Вокруг строений ещё остались крепостные стены. Помимо боевых башен, здесь есть и полубоевые, в которых не только оборонялись от врагов, но и жили. После восстановления исторический объект примет первозданный вид. Историческая значимость, он хазня, сонёк, по годам, самый древний айл Мегирдош, Сундера, будет направлено восстановление туристических объектов. Жители района вместе с сотрудниками различных министерств и ведомств в первую очередь взялись за очистку территории, чтобы обеспечить свободный доступ к крепости. Жители района вместе с сотрудниками различных министерств и обеспечить свободный доступ к крепости. Перед началом масштабной работы богословы провели религиозные обряды. Они прочитали мавлит, раздали пакеты с продуктовыми наборами, нуждающимся провели обряд жертвоприношения. И прочитали дуа на месте захоронения, почитаемом на всём Кавказе, шейха Мухаммада Шаройского. Мухаммада Шаройского. Исторический объект будут восстанавливать по первым фотографиям крепости, сделанных в прошлых столетиях. К реконструкции будут привлечены специалисты, имеющие опыт работы с природным камнем, так как это кропотливый труд, требующий высокого мастерства. Амина Магомадова, Тимур Хайдаров. Новости. Чеченские экологи отметили свой профессиональный праздник. В честь такого события они решили собраться в природном парке Грозного на фоне редких и экзотических растений и обсудить проблемы зелёного движения. А самые юные защитники окружающей среды представили свои рисунки. Слово Динарии Мурадовой. Отметить свой профессиональный праздник в Дендросаде собрались работники Министерства природных ресурсов и Республиканского эколого-биологического центра. Поздравить виновников торжества приехали высокие гости. Встречу начали с вручения правительственных и ведомственных грамот. Песни и стихотворения ребят сегодня были посвящены охране окружающей среды. Здесь же в честь праздника учащиеся Республиканского эколого-биологического центра устроили небольшую выставку рисунков. Я очень люблю птиц, и поэтому я нарисовала эту птицу. Мы делаем кормушки, кормим птиц. Мы делаем субботники. Я бы хотела, чтобы мои ровесники тоже так заботились о природе. Вопросу экологии пристальное внимание уделяет и глава региона. Благодаря его поддержке сегодня в Республике функционируют в числе прочих и дендросад, где растут самые редкие виды растений. Дендросад у нас никогда не закрывался. Все его растения, они имеют особо ценный характер. Они стоят в реестре, они сразу в точек мира. Особый уход за ним нужен. Мы планируем проложить сюда туристический маршрут, согласованно с Комитетом по туризму Чеченской Республики. Одна из точек туристического маршрута будет дендрологический сад. Более 10 тысяч детей занимаются в эколого-биологическом центре Республики. Творческие кружки открыты практически в каждом районе. Вступая в ряды юных эколят, ребята дают клятву охранять природу. По словам директора Республиканского эколого-биологического центра Рамзана Нухигова, прививать любовь к природе молодежи необходима с детства. Мы учим детей, чтобы они познали окружающий мир, знали природу, знали животный мир. В общем, все, что касается охраны окружающей среды, мы учим с детства. Дети к нам приходят с 5 до 18 лет, и наша задача – вести кружковую работу и методическую работу с детьми, и чтобы они знали нашу природу. День экологов в России был утвержден во Всемирный день окружающей среды, ежегодно отмечаемый 5 июня. Поскольку главный праздник российских экологов совпал с главной международной экологической датой, целый ряд акций и мероприятий, призывающих защитить природную среду планеты, проходит одновременно и в России, и во всем мире. Динара Мурадова, Адам Чукуев, Луиза Юнусова. Новости. Развитие туристической отрасли Чечни привело к значительным изменениям в других сферах. Как отмечают эксперты, в первую очередь это коснулось ресторанного бизнеса. Спрос привел к увеличению услуг и повышению уровня сервиса. Как это происходит на деле, выясняла Элина Дадаева. Хадиса Сулаева, администратор столичного ресторана. Ее карьера в сфере обслуживания началась 10 лет назад в должности простой официантки. За это время она усвоила простое правило. Первое впечатление клиента заведения зависит именно от того, как его встретят и обслужат. Гостеприимство. Гостеприимство. Это у нас есть в крови, но вот эти нюансы, которые именно нужны. Евростандарт у нас нет у этого. Вот эти моменты нужно учить. Потому что если обучать, не показывать войнах, нужно обучать, обучать, обучать персонал. Персонал, персоналы. Наверное, нужно еще создавать специальные школы, чтобы обучали именно службу питания, персоналу. К вопросу подбора персонала и повышения его квалификации Зелимхан Мадагов подходит со всей серьезностью. Как администратор он придерживается главного правила «клиент всегда прав». Он уверен, что для успешной работы с людьми необходимо разбираться в психологии, обладать коммуникабельностью, знать культуру и обычаи различных народов. Сюда, когда устраиваются новые сотрудники, им сразу проводятся третренинги и объясняют, что надо, как вести себя с гостями. Если кто-то из наших сотрудников нагрубил клиенту, этого, в принципе, не должно быть. Это не выговор, не штраф, это сразу увольнение. Ежедневно чеченскую столицу посещают сотни туристов. Приезжают не только посмотреть на город, но и обменяться опытом в различных сферах. Мастер-класс для рестораторов, менеджеров и администраторов. В Грозном прошел впервые. Специалисты в области туризма и обслуживания рассказали о технических новинках в сфере общественного питания, методах приготовления, оформления банкетного меню и сервиса. Не то, что показываем технологии приготовления, а показываем правильное многих вещей. И будем это развивать. У нас будут приходить, приезжать различные шеф-повара, иностранные шеф-повара. И на нашей базе они будут обещать, показывать мастер-классы и развивать студентов, учащихся. Потому что, допустим, последние чемпионаты в Москве, которые приходили, туда участвовали только студенты соседней Северной Осетии. И, соответственно, очень хочется, чтобы отсюда приезжали и показывали тот же самый уровень, и даже, возможно, с усилиями занимали первые места. И, соответственно, возрастет интерес кухни здесь, потому что будут видеть на международном формате, что здесь существуют сильные повара, сильная кухня. Шеф-повар Александр Шихалев с авторскими семинарами побывал во многих регионах России и различных странах. По его словам, туристы-путешествующие по всему миру привыкли к определенным стандартам приготовления блюд. Эти нормы необходимо соблюдать на любой кухне солидного общепита. Поскольку туризм развивается, необходимо добавлять какие-то европейские все-таки блюда, какие-то общепринятые во всем мире блюда. В этом, собственно, я и готов помочь вашим жителям города, чтобы внедрить какие-то общедоступные блюда. И мы будем делать график мероприятий, где будем регулярно проводить разные мероприятия, в частности, мастер-классы по внедрению новинок, каких-то новых технологий, новых блюд. То есть всего нового, хочется вам все это с вами поделиться со всеми. Чтобы соответствовать статусу ресторана, их владельцам и работникам часто приходится обращаться за опытом специалистов. Об этом хорошо известно студентам Аргунского механико-технологического техникума. На факультете организации обслуживания общественного питания учатся 19 девушек. Здесь их обучают не только мастерству приготовления закусок и десертов, но и красивому оформлению блюд, сервировке стола, а также правильному обслуживанию посетителей. Обратите внимание на то, что десерт ты поставила, Милана, не на десертную тарелку, а для тарелки для второго блюда. Это полное несоответствие обслуживания потребителя. Техникум открылся три года назад. Пока это единственное учебное заведение в республике, где можно получить специальность официанта, бармена, администратора, ресторана и менеджера. В этом году состоится здесь первый выпуск студентов. На сегодняшний день, как вы и мы все знаем, у нас развиваются сервисы туризм. Каждый день к нам приезжают гости из разных регионов, не только России, но и из зарубежья, как дальнего, так и близкого. Поэтому обслуживание требует очень тонкого и очень грамотного подхода к нашим гостям. С развитием ресторанно-гостиничной сферы в регионе специальность официанта стала одной из самых востребованных. Делятся преподаватели техникума, квалифицированный работник – ключевая фигура в любом заведении общественного питания. Именно поэтому многие студенты в будущем планируют заняться ресторанным бизнесом. По информации Ростуризма в 2016 году, Чечню посетят более 100 тысяч гостей. Увеличение туристического потока, в свою очередь, станет стимулом для повышения уровня сервиса. Элина Дадаева, Мансур Саев, Хаважи Мунаев, Магомед Мударов, Зелимхан Закаев. Новости. В воскресенье в столице Словакии, Братиславе, состоялись скачки первой категории. Всеобщий любимец Меандра получил большой приз Словакии. Он оказался недосягаемым для остальных лошадей на дистанции 2400 метров. Жеребец Альзарб одержал победу на дистанции 1800 метров и стал обладателем приза Скотти Шрайфла. С победой любители спорта поздравил на своей странице в Инстаграме глава Чечни. Сезон скачек только набирает обороты, а наши лошади одна за другой завоевывают призовые места для России. Я поздравляю всех любителей скачек с этими прекрасными результатами. Грозные в ожидании второго полуфинала Гран-при Ахмат. Состязания пройдут уже в конце этой недели. Организаторы обещают зрелищные схватки и готовятся к приему именитых гостей и многочисленных болельщиков. Тем временем наш корреспондент Рамзан Джамбеков встретился с главными героями предстоящего события. Предстоящий полуфинал Гран-при Ахмат станет настоящим праздником для любителей смешанных единоборств. Одни из лучших бойцов ММА ближнего и дальнего зарубежья сразятся за право выступить в финале престижного турнира. Основное внимание будет приковано к поединку с участием представителя чеченского клуба Беслана Ушукова. В октагоне ему предстоит встретиться с опытным бойцом из Бразилии Марсио Сантошем, который провел 8 боев и потерпел лишь одно поражение. Дня 3-4 назад мне сказали, что изменили соперника, другого поставили, бразильца. Неплохой ударник, он все три раунда очень хорошо дышит, все три раунда очень хорошо проводит, стойки работают, джиу-джитсо тоже очень хорошее. Я под него сейчас только 3-4 дня начал подготовиться. Миша Аллах, постараемся показать хорошую ударную технику и показать зрелищный бой. Бойцы клуба «Ахмат» усердно готовятся к турниру, а трейнеры, в свою очередь, стараются довести каждый удар до совершенства. В целом ребята вошли в очень хорошую форму, все чувствуют себя очень хорошо. У нас 3 раунда по 5 минут будет. Я думаю, что тот объем работы, который мы сделали за эти полторы месяца, им будет достаточно высших голов, чтобы показать лучшие зрелищи, в хорошем темпе бою 3 раунда. Я думаю, что наши зрители, наши болельщики, ребята сумеют порадовать. Ребята у нас находятся в неплохой форме, каждый из них полон надежды на победу. В целом ребята готовились, здесь в резиденте готовились, условия здесь хорошие. У нас для пробежки, спортивный комплекс, полностью ребята готовы к старту. Марку Сурса – боец из США, у которого большой опыт за плечами. За свою профессиональную карьеру новичок бойцовского клуба «Ахмат» провел 32 боя и одержал 23 победы. За право выступить в финале ему предстоит сразиться с представителем из Бразилии. Три дня, как я нахожусь в Чеченской республике, место очень нравится, люди тоже очень нравятся. Надеюсь, что я покажу очень хороший бой и весь чеченский народ будет любить меня и поддерживать. Также состав клуба может пополнить действующий чемпион 1FC Виталий Бигдар, с которым уже ведутся переговоры. На данный момент сейчас ведутся переговоры о моем переходе в клуб «Ахмат». Чему я непосредственно очень рад. Ну, бойцовский клуб «Ахмат» хочу отметить только с положительной стороны, с хорошей. Почему? Потому что те условия, которые создаются всем ребятам, всем бойцам, конечно, это большой вклад вкладывает президент клуба Висмурадов Абузаид. Также глава Чеченской республики Кадыров Рамзан Ахматович. Вот эти люди реально делают для спорта в республике столько, сколько я не видел еще нигде. С понедельника спортсмены приступят к сгонке веса. До начала турнира им предстоит скинуть несколько килограммов. А уже в субботу любители спорта ожидают зрелищные и бескомпромиссные поединки. Рамзан Джамбеков, Алаш Азамиров, Адам Даниев. Новости. Таким был этот день. Я желаю вам только хороших новостей. Автор субтитров, А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»